В неформальной обстановке с военнослужащими и их родными пообщался глава городского округа Владимир Волков. Встреча прошла в новом специализированном центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Тему продолжит наш корреспондент. Мы обсудили все вопросы по поводу гуманитарной помощи, которая бойцам очень-очень нам нужна. И я надеюсь, что такая встреча это не первая, не последняя. Вещи первой необходимости – медикаменты, маскировочные сети и спецтехника. Большую поддержку оказывают и жены военных. Супруг Ольги Девятайкиной погиб осенью прошлого года, но она продолжает выполнять гуманитарную миссию. Больше 50 коробок и сухпайки для тысячи бойцов. А в память о муже создала шеврон, который в ближайшее время в посылках получат его сослуживцы. Я вдова Девятайкина Михаила Владимировича. Позывной у него был «девятка». Хотелось как-нибудь запечатлеть память мужа. Учитывая то, что он достаточно такой смелый, героический всегда был. Хотелось, чтобы о нем знали еще кто-то, не только близкий какой-то круг. И пришла в голову идея «Девятка». Центр поддержки открыли зимой 2023 года. В нем объединили организации, которые помогают бойцам спецоперации и их близким. Главная задача – поддержка военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Большой поток наших ребят сюда приходит ежедневно. Здесь работают консультанты, психологи, работают представители МФЦ. Как раз-таки принимают документы для упрощения прохождения всех процедур. Это очень важно. Сегодня в округе проживает более 700 семей участников спецоперации. В них воспитывается 540 детей.